Друг, посмотри на это. Рыбы в море. Погода шикарная. Ни одного пасмурного облачка на небе. Наконец-то. Можно реально поотдыхать немного. Из этого буду делать острогу. В общем палка примерно с меня ростом. То, что нужно для остроги. Вот это я понимаю. Рыбка пошла. Сейчас еще примерно 10 таких, 15 и сегодня нормально наконец-то поем. Пришел, в общем, заготовить дрова на ночь. То, что наловил, пожарить, поесть и готовиться к остроге. Потому что спиннинг кидать не получается совсем. Этот гребаный спиннинг сломался окончательно. Ну и хрен с ним. Это другие способы добыть хищную рыбу. По типу щуки. Но, думаю, для текущих целей этого хватит. Так что хочется... что-то... Субтитры сделал DimaTorzok 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 В общем замотал DimaTorzok Чтобы по запарке Не начать что-то делать Левой рукой Это уж постоянно будет держать В памяти о том Что левой рукой пока ничего делать не стоит Потому что Там полностью пробит слой кожи И где-то на миллиметра 3-4 Наверное уходит В углы пальца То есть она прям реально глубоко ушла Поэтому Лучше пока что левой рукой пару деньков, стараться ничего не делать чтобы хотя бы немного зажила буду перебинтовывать раз в день и тут у меня пластыри водонепроницаемые, вот то что нужно по этой причине всего лишь раз в день и буду перебинтовывать фигово еще теперь надо как-то одной рукой доделывать эту гребаную удочку в общем, вот из-за чего весь эрбор и порезанный палец то есть все наподобие той же самой удочки которую я делал раньше только катушка взята со старой нормальная катушка то есть можно нормально спиннинг покидать вот, ободки вот идут ободки в общем я остановился на том, что я сделал удочку удочка клевая затестил спиннинг блесну кидает далеко и точно я доволен но тут разгорелся пожар я с собой цифровик не брал сейчас вышел на берег и еще одно нужно будет со старой удочки снять именно колечко для самого верхнего ободка блин я нафокусировался поэтому не хочу сейчас перефокусировать это нужно открыть запись короче она рвется при сильном напряжении например рыба или скажем камыш в общем в любом случае нужно будет сделать колечко чтобы оно лучше держалось а пожар-то разошелся не слабо с разных сторон прет я сначала думал пожар или табун какой-то несется а потом стало ясно что пожар вот ну и по поводу рыбы на самом деле здесь рыбы просто дофига только хищное что-то маловато потому что я 3 плотвички да да 3 плотвички вытащил тупо из-за того что зацепил их крючком то есть они не агрились просто вот плывет рыбка и бац 3 плотвые ну ё-моё а хищник пока спит что-то но в любом случае я доволен что теперь наконец-то я могу кидать спиннинг ёлы-палы 5 дней сплава я не мог кидать спиннинг из-за этого грёбаного сейчас даже перезапущу и вот из-за этого грёбаного спиннинга посмотрите на это убожество просто жесть какая-то сожгу его нафиг ооо жгёт не по-детски у нас-то вода отделяет от всего этого дела но конечно степные пожары это штука страшная хотя лесные ещё страшнее поэтому ладно уж только непонятно что вызвало пожар-то скорее всего человек так потому что сейчас жара ну не такая чтобы прям разжечь ну градусов 25 сейчас наверное есть но это это не такая жарень чтобы зажегся зажглась степь зажглась трава а так вот что сейчас хотел сделать мысль дебильная но я хочу я хочу молока молоко вы же слышите что там происходит да здесь есть коровы если пастух не увидит зашибись если конечно человек пробует себя подпустит тоже зашибись сейчас попробуем вон они такой уж зелёной травы они редко видят будет чем подкупить